Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике «Томография» на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела. Бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте, в эфире новости. С вами в студии Ирина Зайцева и смотрите выпуски. Серпухов отметил 684 день рождения. На площади Ленина выступили звезды российской эстрады. Нет террору да спорту. В Серпухове прошел турнир на Кубок Серпуховского Кремля под дзюдо памяти Романа Катасонова. День города. Праздник. Поистине масштабные мероприятия, посвященные 684-летию Серпухову, проходили на протяжении четырех дней. Тысячи горожан и гостей округа собрались в субботу на площади Ленина тематические площадки и выступления звезд российской эстрады. День получился насыщенным на события «Встреча эмоций». На площади Ленина тысячи людей. На лицах каждого улыбка. Организаторы постарались удивить, порадовать и впечатлить, чтобы праздник запомнился надолго. С днем рождения, любимый город. Мой любимый город Серпухов. Я поздравляю всех жителей города. Желаю счастья, радости, здоровья, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Для взрослых и детей на площади Ленина самые разнообразные мастер-классы. Серпуховичи активно участвовали во всех конкурсах и лотереях. Для изготовления поделки осенний листопад в стиле макраме мы берем веточку, на которой сейчас вырастет осенний листочек. Для этого мы крепим центральную веточку. Вот такое крепление. И теперь мы будем наращивать боковые стороны листочка. Молодежный совет при главе городского округа Серпухов провел уроки по оригами. Из бумаги делали символ города павлина. И еще много других фигурок, на которых писали свои пожелания. Это очень красиво, интересно, детям очень нравится. Даже подростки, достаточно взрослые, к нам подходили, хотели сделать. Рядом танцевальная площадка. Здесь нешуточная борьба стилей и приемов. Танцевальные батлы и флешмобы собрали десятки зрителей. Аплодисменты не стихали. А после батлов танцоры поделились своим мастерством со зрителями. Кое-кто быстро выучил движение из хип-хопа, зарядился эмоциями. Свой драйв у спортсменов. Здесь на открытом воздухе прошла показательная тренировка бойцовского клуба «Кремень» и спортивной школы «Зубрёнок». Ребята показали и рассказали, чем тайский бокс отличается от других видов единоборств. В общем, площадь Ленина была разделена на тематические зоны. Здесь находится живая сцена от соцкульта, от нашей организации. Сегодня здесь у нас будет играть живая музыка, серпуховские группы. И вот около ДК «Дружба» будет еще одна сцена, только уже с электронной музыкой. У Казана с вкусным и ароматным пловом, своя очередь, никто не ушел голодным. И традиционно мы хотели преподнести такой подарок и приготовить плов, раздать, накормить всех. И, конечно же, этот подарок заключается в том, что это наша традиция. Мы, мусульмане, всегда хотим нести добро. И назвали наш плов «Плов Дружба». Для жителей Серпухова приготовили 80 килограммов плова на 500 порций. Очередь стояла аж от улицы Арестова. В этот день на площади Ленина прошел финал акции «Гонки за призами» от Авторадио Серпухов. Хочу поздравить с Днем города, пожелать хочу родному городу благополучия и процветания. В честь такого знаменательного праздника мы проводим акцию от своего FM-медиахолдинга. Самое главное, разыграем приз – автомобиль. Акцию «Гонки за призами» FM-медиахолдинг запустил в честь 20-летия вещания Авторадио в Серпухове. Это была первая коммерческая радиостанция в городе. Юбилей отмечали в мае в «Кругу друзей». Я очень рад этому юбилею и желаю Авторадио, конечно же, кольских успехов, развития этих государств. А с 10 мая ежедневно по будням в прямом эфире разыгрывали денежные призы. В день города подарком стал автомобиль. Ключи победителю вручила учредитель FM-медиахолдинга Тахмена Мокон. На сцену за ключами Елена выходила одна. А вот в прямой эфир на радио взяла с собой внучку. «Какие эмоции? Когда назвали ваш номер? Первое, что пришло в голову?» «Вы поверили? Не было у меня этого. Я говорила 5-4-8. И смотрю, где-то повторяет 5-4-8. Я говорю, что мы выиграли?» День города в этом году – это 5 часов музыки. Открыла концертную программу на главной сцене Ольга Бузова. Зажигал на сцене и поздравлял Серпухов в этот вечер Стас Костюшкин. Вместе с ним танцевала вся площадь Ленина, озаренная фонариками мобильных телефонов. Поздравляют твои лучшие друзья. С утра подать ты, серегамы, звук и смех. Сегодня праздник для всех. Радовали своим творчеством Ершов, Анет Сай, Текила, Тим Татар и Луиджи, Битуев, Макан. Звучали как новые треки, так и давно ставшие популярными. Молодежь Серпухова просто ликовала. С днем города. Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, я первый раз в вашем городе. У вас тут даже в темноте красиво. Поэтому я думаю, что будет только расцветать и процветать. Чего желаю каждому жителю. Завершился праздник исполнением гимна Серпухова. В этом году салюта не было, но фейерверк эмоций и положительных впечатлений однозначно был. Зонтики понадобились только для танцевальных флэш-мобов. Праздничные программы в день города проходили во всех парках. О самых ярких моментах в репортаже Маргариты Кирюковичи. В парке «Питомник» в праздничные дни, как говорится, яблоку упасть негде было. Потому как отметить день города пригласили любимые мультяшные герои. Белый кролик и северный медведь. Смелый мышонок Микки со своей подружкой. Они проводили многочисленные конкурсы и викторины. Определили самых креативных, кому удалось достоверно изобразить все буквы названия родного города. Были и другие конкурсы. Самых активных наградили билетами на бесплатное посещение аттракциона. Это ваши заслушанные билетики. Держи. Гриша и Ева. Польмутите на них. Вам нужно будет сейчас станцевать танцем победителя. Сможете? У-у-у! У-у-у! Подарок днепраздника предоставила и погода. Зонтики понадобились только для танцевальных флешмобов. Первыми его провели в питомнике. Разгоняли тучи яркими зонтами. Дарили их своим друзьям. Передавали вместе с хорошим настроением. Потому что везде у нас надо делиться радостью. Погода порадовала и на следующий день. В парке имени Олега Степанова не пришлось ни выступавшим, ни зрителям. Музыкального фестиваля, поющие под зонтом, укрываться от непогоды. Пели и играли на гитарах и саксофонах на открытой эстраде. Учащиеся и преподаватели музыкальных школ округа. Звучали всеми любимые песни и музыкальные произведения. Я знаю, что мы не расслабим собой. Ты помнишь, ты помнишь. Здесь также для самых маленьких зрителей был организован осенний флешмоб с зонтиками. Малышня и подростки увлеклись и разнообразными мастер-классами. Пока ребятишки из мозаики собирали яркое пёрышко птицы, символы города, родители рассматривали картины местного художника. Может быть, не самые лучшие, но в самом случае последние. Серпуховские пейзажи. В основном исторические памятники, монастыри, колокольни. Живу в Серпухе около 10 лет. Картины, наверное, исчисляются уже сотнями. Город люблю. О любви к родному городу, которому в этом году 684 года, об уважении к его истории говорили в этот день и пришедшие на праздник комсомольский парк. Здесь открыли четыре новые фотозоны. Кубы, которые рассказывают о вкладе комсомола Серпухова в развитии не только города, но и всей страны. Об этом собравшемся в парке, которому в этом году 60 лет, вспоминали очевидцы тех событий. На всех комсомольских строках были Серпуховичи. Смотрите, у нас отряд комсомольский, строительный. Каждый месяц отправляли по 100-200 человек. Мы отправляли на БАМ и ближе. И здесь в химокомбинат Воскресенский строили. Серпухов в основном. Все ударные отряды. Я в том числе был командиром отряда вот этого. У нас было 250 человек. В 1963-м на месте пустыря был заложен парк. Валерий Денисов тогда учился в 17-й школе в 6-м классе. Мы, конечно, были помоложе, чем тогда Андрей. Поэтому они сажали деревья, а нам давали кустики. Ну, полегче. Ну, пацаны 12 лет. Но мы участвовали. И я с гордостью говорю, что я приложил руку к созданию вот этого парка. Сейчас появились эти кубы. Появилась входная арка с надписью «Комсомольский». Ветераны комсомола напомнили и о предстоящем юбилее – 105-й годовщине со дня рождения организации. 29 октября это событие, конечно же, будет отмечаться в Комсомольском парке. А в День города здесь играл духовой оркестр Серпуховского филиала Академии имени Петра Великого. Вслед за столичными парками эта традиция прижилась уже и в Серпухове. Праздничные мероприятия прошли и в скверах округа. В них приняли участие и взрослые, и дети. Под жизнеутверждающие народные мелодии приглашали жителей микрорайона «Красный текстильщик» необычайную чайную. Здесь можно было продегустировать разные сорта полезного напитка, научиться правильно готовить без последствий для фигуры – вкусные десерты и выпечку. И возвращаемся к чайным традициям, к истории, собственно, к истории Серпухов, к истории Дворца культуры «Исток», который, как известно, был построен в 1859 году как чайный для рабочих мануфактур Коншина. Чай самовара с пирогами под выступление коллектива Дворца культуры. А еще конкурс рисунков на асфальте и настоящие живописные картины, которые масляными красками создавали дети. Плюс солнечный день и общение с друзьями – все сопутствовало отличному настроению. В открытый космос лечу кометы, огибая, тебя мечтать научу, теперь одна местая. А в это время в Екатериненском сквере с общим днем рождения жители микрорайона Владычная Слобода поздравляли певцы и танцоры культурно-творческого центра. Народу здесь собралось, как всегда, много. Организаторы праздника учили не только мечтать, но и отстаивать свои планы честной и справедливой борьбе. Скучать аниматоры никому не давали, а мы встретили самого маленького участника праздника – крохотную Софью на руках у папы. Всего три месяца первый раз выбрались, приехали из города сейчас, мероприятие, решили заглянуть, посмотреть. Как праздник сегодня пришли? Замечательно. Район вообще хороший, тихий, спокойный, хорошая инфраструктура, детские сады, все здорово. И еще долго жители в этот день не расходились по домам. Нет террору, да спорту. В Серпухове прошел 19-й турнир на Кубок Серпуховского Кремля под дзюдо памяти Романа Катасонова. Серпухович, майор Центра специального назначения ФСБ России, погиб при освобождении заложников школы в Беслане. Его память в родном городе свято хранят. Турнир давно стал ежегодным. Более 500 спортсменов из 16 регионов страны. Представители лучших школ дзюдо встретили в Серпухове на ежегодном турнире памяти героя Серпуховича Романа Катасонова. Опытные борцы, несмотря на юный возраст, 11-13 лет. На этом турнире я могу побороться, показать свои умения, начать свой сезон. Планирую в тройку хотя бы войти, если получится. Турнир под дзюдо памяти Романа Катасонова прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь». По традиции, перед началом соревнований – минута молчания. Цветы в память о погибших бойцах подразделения спецназа «Вымпел» и «Альфа». Пожелание удачи юным дзюдоистам. Я всех приветствую, всех участников соревнований на Серпуховской земле. Я хочу пожелать честной борьбы вам всем, зрелищных поединков. Ну и, конечно же, пусть сегодня победит сильнейший. Почетными гостями турнира стали и депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, заместитель главы администрации Татьяна Орлова, благочинный Серпуховского церковного округа Иерей Игорь Чебан, президент Федерации под дзюдо Московской области Олег Борисов, а также выпускники школ города Беслан. Ребята учатся в Губернском колледже на спасателей. Вместе с воспитанницей спортивной школы «Русский медведь» Полиной Ивановой им представилось право поднять флаг Российской Федерации. На открытии турнира присутствовали и самые близкие, Романа Катасонова, его родители и дочка. 19 лет сюда приезжают ребята, и для них это праздник. Они показывают, насколько они выросли за эти годы, насколько мастерство повысилось их. И поэтому я считаю, что это очень здорово. И они приезжают, но они понимают, несмотря на то, что для них это праздник, что этот праздник всё-таки посвящён человеку и всем его товарищам, погибшим 19 лет назад. Роман оставил неизгладимый след в сердцах своих близких, и его доблестные поступки никогда не будут забыты. С большим уважением о нём говорят его друзья, называя настоящим профессионалом и прекрасным человеком, истинным патриотом, который всегда был готов помочь другим. Турнир в память о моём друге. Это очень здорово. Здорово для детей, что проводятся такие мероприятия. Турнир воспитывает наших молодых людей, нашу молодёжь становится сильнее, становятся настоящими защитниками Родины. Всё это пригодится в будущем, в жизни. Турнир по дзюдо стал площадкой для молодых спортсменов, которые стремятся развивать свои физические навыки и достигать новых высот. Участники соревнований продемонстрировали свою силу, ловкость и технику в поединках. Борьба за звание победителя была напряжённой, и каждый отдал все силы, чтобы встать на вершину пьедестала. Десять комплектов медалей, пять велосипедов и денежные призы были разыграны среди дзюдоистов. Сейчас организаторы строят планы на юбилейный год проведения соревнований. В следующем году у нас будет юбилейный 20-й турнир. Конечно же, хочется его сделать замечательным, чтобы прошёл он красивым, достойным. Поэтому думаем расшириться. Это, может быть, мы проведём в следующем году в Дорце спорта «Надежда», где участники, зрители могут спокойненько сидеть на трибунах и наблюдать за борьбой. Турнир на Кубок Серпуховского Кремля под дзюдо в памяти Романа Катасонова значим. Ведь юные спортсмены, выходя на татами, не только доказывают мастерство и силу, но и продолжают бережно хранить память о героях-земляках, чьи подвиги никогда не будут забыты. Спорт против террора – главный девиз данных соревнований. Сегодня для того, чтобы попробовать с Камчатской морепродукты, совсем не обязательно ехать далеко на полуостров. Ярмарка-выставка «Камчатские рыбные деликатесы» по многочисленным просьбам покупателей вновь в Серпухове ждёт вас до 30 сентября. Камчатка – рай для тех, кто ценит рыбные деликатесы. Океан щедро делится своими съедобными сокровищами. Здесь добывают, готовят, отправляют без заморозки на материковую часть России вкусные и полезные морепродукты. Так что попробовать их могут не только местные жители, но и остальное население страны. Дары моря снова представлены в Серпухове на первом этаже торгового центра на привокзальной площади. И такой ассортимент не встретишь ни в одном из местных магазинов. Более 25 видов рыбы. Свежий улов. Чавыча, горбуша, омуль, окунь, кальмар, белорыбица, палтус, тунец, зубатка, нерка, красная икра. Продукция очень хорошего качества. Ребята приветливые, грамотные, обслуживают правильно. Всегда можно продегустировать, посоветуют, что можно взять. И мы остаемся очень довольны. Мы берем чавычу, берем палтус, вот взяли на пробу белорыбицу. Жители Серпухова уже много лет покупают камчатские деликатесы и каждый раз возвращаются за ними вновь. Решила попробовать купить бочковую селедку и белорыбицу. Очень симпатично выглядит, мне понравилось, и я решила купить. Ну и цена нормальная. Свежее и вкусное. Главное в этом царстве деликатесов не потеряться в разнообразии ассортимента и выбрать лучшее. Других ограничений нет. Возвращаюсь с дачи и зашли в магазин «Победа». И вот здесь смотрим ярмарка, рыбная ярмарка. Что купили? Рыбку, палтус, праздничку. Хотим побаловаться, рыбка свежая. На ярмарке можно попробовать чавычу. Это ценная рыба семейства лососевок. В ней много белка, которая легко усваивается, витаминов, минералов, жирных кислот. А вот еще деликатес из деликатесов. Белорыбецу любят за то, что ее мясо белого цвета очень вкусное и питательно, исключительно нежное. Дикие породы, пожалуйста, более 25 видов. Омуль, нерка, кижуч, белорыбеца, палтус, тунец. И, конечно же, царица лососевых рыб, несравненная чавыча. Ну, она у нас есть в трех вариациях. Есть просто слабосоленая, есть холодное копчение филе, есть балычок целиковый, тоже холодное копчение. Икра чавыча тоже присутствует. Икра кижуча сухая, зернистая. Добро пожаловать. Камчатские рыбные деликатесы – вкусный и качественный продукт из первых рук. Ярмарка будет работать с 26 по 30 сентября с 10 утра до 7 вечера. Адрес – привокзальная площадь, торговый центр, первый этаж. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды и программа «Прямой разговор». Гости студии, художественные руководители и директор Серпуховского музыкально-драматического театра расскажут о планах на новый сезон. Отслеживайте новости и на сайте телекомпании, и на сайте администрации, и в социальных сетях. Будьте в курсе событий, оставайтесь на нашем канале. Диагностика и предотвращение серьезных заболеваний без боли и стресса. Помощь врачей с мировым именем в шаговой доступности. Прием ведут опытные коллапрактологи, гастроэнтерологи, флебологи, гинекологи. Высокоточное экспертное оборудование. Гастроскопия, колоноскопия во сне. Малоинвазивная хирургия. Подготовка к исследованиям в стационаре одного дня. Быть здоровым просто. Запишитесь на прием прямо сейчас. Адрес город Серпухов, Московское шоссе 82А. Телефон 8-967-555-0637. Фактор долголетия клиника, которой вы доверяете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok